Уже через три часа дорожники перекроют улицу Копылова, но не полностью, как накануне пугали водителей, а частично. От Волочаевской до Керенского сократят проезд до одной полосы, но заторов не избежать. Причем за последние пару месяцев из ремонта дорог пробочная болезнь, как вирус, накрывает один район за другим. Надежда Сергенкова выясняла, есть ли лекарства от пробок. Скоро район Копылова будет выглядеть так. Красные от заторов дороги, на картах и навигаторах и пробки, в которых невозможно продохнуть. Как говорится, приехали. Пробочная зараза, как страшный вирус, перекочевала из центра в Октябрьский район. Уже сегодня в 10 вечера часть Копылова из-за дорожных работ перекроют от улицы Волочаевской до Керенского. Для проезда ставят одну полосу в сторону Керенского, а обратно поедем по Красной армии. Ее сделают односторонней. Причем схема перекрытия поменялась буквально за день. Накануне в краевом управлении дорог показывали другое. Закрыть проезд по Копылово планировали полностью и до октября. Это поставило бы в жесткие пробки весь район, но дорожники и чиновники вовремя опомнились и выписали другой рецепт. Полностью перекрытие на Копылово невозможно. Будет производиться перекрытие по участкам. Копылово у нас основная магистраль города, если не самая нагруженная магистраль города. Мы будем давать возможность передвижения по улице Копылово. Будут ограничения в том или ином направлении. Сейчас дорожники взяли паузу. Решать судьбу перекрытий на Копылово будут коллективно с властями и ГИБДД. Красноярские водители тем временем уже начали привыкать к пробочной болезни. По объездным местам ездят нормально. Какой выход другой вы предлагаете? С такими дорогами и оставаться? Я в 6 утра уезжаю на работу, так что у меня пробки не страшны. Иногородние водители таким иммунитетом еще не обзавелись. Ужасная дорожная ситуация в Красноярске, скажу прямо. А вы откуда вообще приехали? Вообще с Челябинска. С Челябинска? Масло в пробочный огонь подливают и сами водители. Загруженный центр, особенно Мира, страдает и от машин, припаркованных вдоль дороги. Как говорят в ГИБДД, 10 эвакуаторов здесь работают ежедневно, но с нарушителями просто не справляются. Идет усиление, усиленный вариант несения службы. Дополнительно на сложных местах выставляются наряды для ручного регулирования, дабы облегчить водителям. Где-то разъясняем, как легче проехать, либо объехать тот или иной участок, где проводятся дорожные работы. В этом году в городе отремонтируют дороги больше, чем на 100 улицах. И волшебной пилюли от пробок, похоже, нет. Но чиновники успокаивают. Основные работы должны закончить к 25 августа. Надежда Сергеенкова, Сергей Большаков. Новости Прима.